Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! В марте текущего года правительство России утвердило субсидирование кредитов на покупку деревянных домов. В документе отмечается, что кредиты физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления у производителей будут предоставляться по льготной ставке с последующим возмещением банком за счет средств федерального бюджета. На реализацию этого механизма господдержки с федерального бюджета в 2018 году выделят свыше 190 миллионов рублей. Сегодня многие семьи хотели бы жить в собственных домах, которые построены из современных экологически чистых материалов. Неудивительно, что заботясь о собственном здоровье, многие задумываются о том, чтобы делать постройки из дерева. Деревянные строения как никогда актуальны и практичны, кроме того, они экологически чисты и совершенно безопасны для здоровья. Поскольку дерево – природный материал, дом как будто дышит, и находиться в нем всегда комфортно и приятно. Благодаря активной циркуляции воздуха в помещении всегда оптимальная температура, летом прохладно, зимой тепло. А если ко всему этому добавить ни с чем не сравнимый запах деревянного сруба, то вопрос о том, строить или нет, отпадет сам собой. Данное решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объемов производства деревянных домов заводского изготовления. Если проект пойдет достаточно успешно, то программу продлят до 2021 года. Аккуратность на дороге – залог безопасности. Правда, не все водители соблюдают эту прописную истину. Так, 18 марта в поселке Ильский произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которой пострадали три человека. В МВД ГИБДД России по Северскому району обращает ваше внимание на неукоснительное соблюдение праводорожного движения, быть культурным и взаимовежливым на дорогах общего пользования, также обращать внимание на других участников дорожного движения. Жизнь современных людей трудно представить без информационных технологий, и цена такой зависимости велика. Доказано, что у человека, проводящего много времени в интернете, у экрана телевизора, компьютера ухудшается не только зрение и осанка, но и психическое состояние. Информационное перенасыщение – проблема, о которой уже всерьез говорят медики, и касается она в первую очередь детей. Создание безопасной среды, в том числе и в виртуальном пространстве – задача, которая ложится на плечи каждого родителя. Родительские фильтры, родительский контроль, который контролирует время пребывания в сети. Но гораздо эффективнее уже с возраста младшей школы развивать в ребенке ответственность за свои действия, объясняя, что в интернете, как и в мире, полно опасностей, полно нежелательных вещей. При этом самое главное – дать ему альтернативу, времяпрепровождению в сети. Если он посещает различные кружки, спортивные секции, читает книги, то у него попросту не останется времени на бесцельное сидение перед экраном. А как же взрослому самостоятельному человеку защитить себя от невидимого врага? Отпишитесь от ненужных рассылок и групп в социальных сетях. Установите для себя лимит просмотра медиа информации. Совершайте прогулки на свежем воздухе. Тратьте свое время на чтение. В мире, где навязывается клиповое мышление, полезно уметь концентрироваться на больших текстах. Длинный роман 19 века – лучшее оружие, бьющее по всплывающим окнам и спаму. Районный конкурс «Агитбригад «Я выбираю жизнь»» прошел в Центре развития детей и юношества в Станице Северской. 11 команд из образовательных учреждений района приняли участие в конкурсе. Ребята в возрасте от 12 до 14 лет представили на суд компетентного жюри свои номера, которые строго оценивались по самым разным критериям – сценарий, музыкальная составляющая, артистизм и сценические костюмы. Основной тематикой выступления была профилактика пагубных привычек и наркозависимости в молодежной среде. Через яркие и зрелищные номера с песнями, танцами и театрализованными постановками ребята постарались передать актуальность существующих проблем и еще раз доказать, что каждый может сделать правильный выбор в пользу своего будущего. По итогам конкурса агитбригады, занявшие призовые места, получили почетные грамоты. Однако каждый, кто выходил на сцену или находился в зрительном зале, получил заряд положительных эмоций и четкое осознание ценности жизни. Семинар библиотечных специалистов на тему библиотека в системе духовно-нравственного воспитания прошел в Центральной районной библиотеке в Станице Северской 21 марта. Духовное развитие юных читателей – первостепенная задача любого образовательного учреждения. В рамках семинара работники библиотеки обсудили с благочинным приходом с Северского района Максимом Беловым вопросы взаимодействия и актуальность современных методов работы. Без образования невозможно понять, что такое вера. И вера без знания превращается в фанатизм, который наносит только вред. И поэтому Церковь всегда работала за знание. И знание это передавалось с помощью книги, с помощью слова. То есть пусть сейчас книга переместилась в виртуальное пространство, но все равно слово осталось словом. И вот этому слову нам стали служить. То есть как находить все возможные формы, чтобы детям показывать, что они могут здесь приобрести. Большой интерес у сотрудников библиотеки вызвала презентация православной видеобиблиотеки и женского журнала на православную тематику «Славянка», подготовленная заведующей Смоленской библиотеки Аллой Веприковой. Для всех участников семинара работала передвижная выставка православной иконы «Светлый лик веры», где были представлены авторские работы Татьяны Соломатиной. Книга — это главный помощник в познании окружающего мира и самого себя. И сейчас, в век высоких технологий интернета, популярность книг заметно снизилась. Однако то, что они хранят в себе, остается бесценным. Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Две звезды» прошли в городе Краснодаре в спортклубе имени Василия Мачуги, выдающегося кубанского спортсмена. За награды турнира боролись представители четырех возрастных категорий в пяти группах среди мужских четверок, женских троек, мужских, женских и смешанных пар. Всего 269 участников из 10 регионов страны. Команду Северского района представляли три женские группы по разряду кандидатов в мастера спорта. Девочки Софья Плакатина, Виктория Маненко и Анна Кузина из лидирующей тройки встали на пьедестал, заняв второе место. Девочки Софья Плакатина, Виктория Маненко и Анна Кузина, Виктория Маненко и Анна Кузина, Виктория Маненко и Анна Кузина. Но мы заняли пятое место. В этом году мы снова поехали на это соревнование. Это соревнование две звезды. Думаю, вы поступали по кандидату в мастера спорта в программу Комансе. В месяц назад мы были на первенстве России. Это соревнование приходило в городе Тирове. и мы вошли в десятку лучших составов. Мы упорно занимаемся, и это заслуга наших тренеров, заслуга Дианы Гороховой-Динаров-Катовны, это Клинчукова Николая Владимировича и Коротченко Вероника Романова. Более 20 лет этот турнир в Краснодаре собирает талантливых спортсменов и тренеров и неизменно проходит в очень теплой праздничной атмосфере. Без прошлого нет будущего. Без уважения к истории своего вида спорта его героям не будет дружного профессионального сообщества и ярких красивых побед российских акробатов, к которым мы привыкли за эти годы. За последнее время уровень спортивной акробатики в Северском районе значительно вырос, и в этом немалая заслуга тренеров. У них было достаточно много соперников, 15 составов в их виде, всего было 111 составов разных категорий и возрастов. Ребята тренируются ежедневно, по несколько часов. Наш спорт очень красивый, ну, вместе с тем тяжелый, как и любой принципы вид спорта. Отделение спортивной акробатики существует уже 17 лет на базе Северской спортивной школы. Легкость движения акробатов завораживает и приводит в восторг. А ведь за этой красотой и кажущейся легкостью стоят годы тренировок и тяжелый труд спортсменов. Акробатика не только укрепляет тело ребенка и способствует гармоничному физическому развитию, но и помогает воспитать характер. Трудолюбие, настойчивость, уверенность в себе, ответственность – это только малая часть того, что дает этот вид спорта детям. Говорит и показывает атаман. Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова